Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 20 глава, 31 стих. Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать, помимо нас Господи, сын Давида. Поговорим сегодня мы об языке. Что такое молчание, что такое крик, что такое разговор. Кратко хотя бы коснуться. Не по человеческой мудрости, но что Дух Святой изрек Святой Библии. Апостол Павел, посланник Тимофею, обращается к женам через него. Жене ващить не позволяю. Не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Попробуйте поискать сегодня таких жен. Быть в безмолвии. Златоус это поясняет так. Вышла замуж, превратись в камень. Камень не издает никакого звука. Ну начнем с самого начала. Сотворил Бог человека. Дьявол к кому подошел? Кто оказался главным нарушителем? А если бы она промолчала? Шипит он, говорит, да и его дело. Пусть он говорит. Я вступила в разговор. Ну мужа-то рядом нету. А муж уже пошел за женой. А теперь жены все страдают. В Адаме все умирают. А во Христе все живут. Апостол Иаков пишет, как бы хоронит язык. Всякое естество зверей и птиц покорил человек. А язык укротить никто не может. Он неудержимое зло. Источник смертоносного яда. Им благословляем Бога, им проклинаем человеков. И это печатается не в двух экземплярах, а в сотнях миллионов на всех языках мира, где Новый Завет издается. Вы, сестры, сами себя проверьте. Сколько огорчений получает муж. Я слышал проповедь женщины, мусульманки. Как она обращается к своим сестрам. Муж был на работе. Как он устал. Как приходит, ищет уюта. И вы с чем встречаете его? Это не мы только страдаем от этого. Что-то она начинает где-то говорить. Да, бывают женщины, которые с мужским характером. Бывают президенты. Как Индира Ганди. Мы знаем, такие были люди. Но это единицы. А остальные это что? Мы молимся, сто поклонной молитвы. И когда молимся, перечисляем все уже последнее. Жены и девы. И просим Господи. Женам и девам даруй послушание, поклон, молчание, соломудрие и стыдливости. Ежедневно об этом просим. Стоят рядом сестры. Это все через интернет несется. Какой результат, мы не знаем. Но бесплодное Слово Божие не бывает. Мы сейчас посмотрим по Слову Божию несколько мест Писания, которые учат молчать с пользой для нас. Итак, Бытие 24-21. Слушайте внимательно. Представляйте себя, что вы в той обстановке находитесь, о чем пишет нам это рука Моисея. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Вы знаете, о ком Елеазар поехал жену брать. А как, из своего рода племени. Часто ли дети сегодня советуются с родителями, по воле родителей, а потом мучаются, а она не другого характера. Она может быть не приучена молиться, поститься, но на каждом шагу теперь это все будет. Он послал, послал далеко. Ехать не просто как-то верблюды написано. А какая скорость-то? И вот он видит, что девица одна, вторая подходит к колодцу. Но он видит, хорошее, их видно. Но какая избранница? А вот теперь у ней разговор происходит. Она сразу говорит, я могу напоить и тебя, и скотину, и все. И к себе пригласила. Вы знаете, кто это Ревека? Сегодня все Ревеки, которые есть на земле, в честь ее. Других святых, как будто бы нигде и не было. И он стоял и молчал. Он не подходил, смотрел. А вот если она сделает так, то это в ней столько доброты. Не просто дала, а верблюд пьет он, несколько ветер сразу выпивает, чтобы на неделю хватило ему. И она так и делает, как он думает. И он стоял и молчал. Но учиться молчать надо. Если что-то мы думаем, где-то получить. Научитесь в молитве это все представить Господу. Мы когда приходим, а там встречают не так, как мы думали. Что будет? Да, сегодня это могут так разнести, что будут знать ни два, ни три человека. Потому что средства информации другие совсем. Я видел один ролик. Это называется маленький, как фильм. Просмотрели его. Пять миллиардов. Это невероятно. А что там? А там ничего нет. Именно все направлено на веселье. Ну и прочее в мирском тоне. А если мы считаем златоусство, вот прочитали, записали. Кажется, выше этого нет. Ночитанная Библия. Речь идет о десятках человек. Десять, пятнадцать человек. Зайдут, посмотрят. То есть мы не знаем, что нам нужно здесь. Сегодня мы коснемся языка. Ребенка учит молчать. Разговаривает четыре года в среднем. Так, он уже разговаривает. И шестьдесят четыре года учат молчать. Не знайка, говорит, дома. А знайка по судам. Вот сказал где-то что-то. А это все зафиксировали. А потом доложили. Вот сегодня особенно строго за это. Просьба. Какая вот эта военная операция, там что-то. Ни разговоров не ведите. Нас это не касается. Если то, что там пишет кто-то недоброе, и будет здесь сказано, и будет доказано до пятнадцати лет. За убийство семь лет дают. То есть это вопрос очень серьезный. Не научитесь сестры молчать. Если что-то вам нужно, с мужем посоветуйтесь. Подойдите к батюшке. Откройте Библию каждый раз. Мы считаем. Тридцать четвертая глава, бытие, с четвертого по десятый стих. Местописание, именно о молчании. И сказал Сихем Емору, отцу своему. Погромче. И сказал Сихем Емору, отцу своему, говоря, возьми мне эту девицу в жену. Иаков слышал, что сын Емуров обесчестил Дину, дочь его. Но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они. И вышел Емор, отец Сихемов, к Иакову поговорить с ним. Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужите и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не надлежало делать. Речь идет о том, зачем она пошла, никто не знает. Что там, там с площадка была. Увидел, красавица такая, взял насилие. Но Иаков видел, силы-то никакой нет. Это сыновья его с рабами в поле. Надо научиться молчать, выбирать время. Молиться, и Господь позволит тебе войти в это, говорить или не говорить. Спрашивать тебя или не спрашивать. Тебя смертельно огорчили. Здесь позор на всю жизнь. И это обойдется смертью целому городу. Они согласны были принять обрезание, но сыновья это уже не просили. И когда самые болезни находились после обрезания, они врывали жилища и все вырезали. Научитесь молчать. Говорят, говорит слово это серебро, а молчание золото. Это вот вошло в основу монашества. Молчать. Промолчали. А сегодня там другая религия совершенно. А если бы говорили, а Господь говорит, идите по всему миру. И не молчите, а как? Не сидите за стенами монастырскими, но идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. В руки верующих, последователей Иисуса Христа, поставлена вся вселенная. Будем мы это исполнять или нет? Научите, чтобы речь ваша шла из Слова Божия. Не просто я думаю и мне кажется, эти слова выброси. Так говорит Господь. Это мы считаем многократно в Священном Писании. Придите, все страждущие обремененные. Господь говорит, я успокою вас. А кто это может говорить? И жены, и девы, и дети. Мы знаем, когда человек не верит, что Бог говорит, он закрывает его уста. Вы знаете, что было с Захарией, отца Иоанна Крестителя. Бог закрыл уста, он не может говорить, писать может, слышит. Ни одного слова не может вымолвить. А как? Бог привязал язык. Был такой один разбойник, уверовал. Давид звать его. Не писал, а певец Давид. И здесь говорится о том, что видимо у него жаргон был какой-то такой. Где-то говорил. И Господь закрыл его уста. И он его запил. Вот когда я там был в миру, я что говорил? Куда посылал людей? Ты мне ничего Божьего не говорил. А теперь закрыл уста. И Господь говорит. А добром будешь говорить? О слое Божьем. А остальное не произнесешь. Ну сильно. Это здорово было бы, если сегодня так было. Сколько бы сквернословов задумались о своей жизни. Это мы все находимся. Православным легко рассуждать, потому что жития. Ты еще 173 биографии. Научитесь молчать, сестры. И вы, зная, что это утлый сосуд и разносит. Да я одну амутойка сказала. Старайтесь, если это тайна, при женах лично не говорить. Это утлый сосуд. Утлый. То есть слабый такой. Подумайте об этом. Дальше. Числа. 30 глава. С 5 по 12 стих. Числа. Числа. Ну вот здесь где-то. Числа. Ну вот здесь уже рядом. Посмотрите так. 30 глава. 30 глава. С 4 по 12 стих. Мы входим в историю древнего мира. Как с языком обращаются. Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего, в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся. А обет это обещание что-то там постить, все какое время. И она должна сказать отцу. А как правильно, без отца-то она не должна этого было говорить. Но видимо где-то в беде бывает человек, он обещает, если ты мне, Господи, это дашь, я выйду отсюда живым. Я встречался с такими, приезжали, спрашивали, что делать. Был в Афганистане, был при смерти, пообещал не жениться. Ну это здорово. Но однако, что он будет делать один? Как бы был верующий, он бы шел на пропасть, благовестовал, людям помогал. Что я должен теперь делать? Исполнять. Другого нет. Но это мужчина. О мужчинах здесь не говорится. Тут вопрос решенный. Он сказал, все утвердилось. Но это женщина слабая. И далее считаю ему по порядку. Числа. Числа 30. Ничего не закрывайте, у нас будет здесь. Отец, когда она ему скажет, а отец промолчит, не скажет. Назначен какой-то срок там, 2-3 дня. Все, теперь обязана это выполнять. Состоится. И теперь, если она замужем, не замужняя девица, отец распоряжается. Далее. И если, если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся. Ну ты как, какая власть. Она-то в торопях, может быть, дала и думала, как к отцу. Но только отец уже решал без ее давления. Смотрел, какая она. Далее. И Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее. Значит, слово отца. Сегодня слово отца великое, нет? Ну, сами-то подумайте. Посмотрите. Авторитет отца какой. При детях против отца что-то говорили, недовольство показывали. А теперь, ожидайте, плоды подобные будут. Уже в детях теперь она с мужем будет. Это так и пойдет. Как книга Испирь говорит. Она не пошла, отца ее принял. А дальше пойдет другое. Князья вернутся с жену будут, не будут слушаться. А у тех там дворяне. И так вся страна пойдет вверху. Почему сегодня разводов, на сегодняшний день, 84,6% из 1846 разводов. Ну, второй брак сделает он лучше, не лучше, говорит Иоанн Золотов, а только хуже. Потому что добрая, которая с женой была, она будет припоминаться теперь. Эх, не потерпел я ее. А теперь вот такая беда. И далее. Если она выйдет в замужество, а на ней обет ее, или слово уст ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и услышав промолчит, то обеты ее состоятся. Значит, власть дана. Ко мне на дом приходит человек. Я его знал. Посматывался здесь, в Покровском соборе служил. Видный парень такой. Там загляденье просто. А она не пошла. Такая вроде бы спокойная. Вот ничего не придумал лучше, как принять монашество. А потом-то встретил ту, без которой ему уже и трудно жить. Он на дом ко мне пришел. Что я должен делать? Я один ответ могу дать. Ты на земле, говорит, а Бог на небе. И ты дал обещание поторопись исполнить. Ты сделал это. Но мы же против монашества. Нет, я против того, что люди делают вопреки Слово Божие. Монашество это здорово. Но только монахи не за стеной сидеть, а идти и проповедовать всему миру, чему учил Господь. Я вот за что. А не как у Пахомия. 11 тысяч женским монастырем. 11 тысяч в монастырь шли не слабые люди. И ни одного проповедника. Ни один. А теперь там другие. И они дошли тут в Среднюю Азию, туркмены, узбеки, таджики. Они приняли другую веру. А почему? Христиане не дошли. А где дошли, там хоть какое-то на христианство есть. И далее. То обеты ее состоятся. И зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж ее, услышав, запретит ей и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, то они не состоятся. Потому что запретил ей муж ее. И Господь просил ее. Про мужчину разговора нет. Да, он должен выполнить. И что? Этот человек, я узнаю, женился. Прекрасный голос. Такое там тенор в лучших театрах выступает. Жизни никакой нет. Нету. Развод. И все. Почему? Благословения нет. Поэтому нужно искать воли Божьей. Вот прочитали один раз. Не торопись обеты давать какие-то. Ну, бывает. Нужна такая, что я дам обет. Вроде тонул среди реки. И меня Бог спас. Я обещал Богу, что не есть мясо. А сейчас, говорит, без мяса дня не могу прожить. Мне пишут с разных стран. Другая сладость. Я вот беременная, без сладости не могу. А я обещал все время сладкое вроде не брать. Ну, зачем же ты обещала? Теперь сделай это. Я прямо не могу. Тогда отстань от меня. Не искушай. Я что должен сказать? Обед снят твой. Я не отец. Думайте всегда и учите детей этому. Слово сказанное здесь фиксируется там. Григорий Нискин, это брат Василия Великого, говорит, Слово имеет силу воплощаться. Ты нечаянно будто оборонил его. А оно уже накрыло всю тебя. Под этим покровом теперь и живи. Третья книга Царс 22. С третьего по семнадцатый. Не каждый считает, поэтому не посчитайте это за тяжесть высушить. 22 с третьего по семнадцатый. И сказал царь израильский слугам своим, знаете ли, что Ромов Галаадский наш, а мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского. Заметьте, какая обстановка на сегодняшний раз сходится. Четыре области с другой стороны подали заявление, их уже приняли, то другое. А те говорят, а вы знали, что они нам принадлежат? Эта история повторяется. Я не называю, потому что эти события никто не опровергнет. Они открыто публикуются, проголосовали в Думе, все как надо. И что дальше? А мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского. И сказал он Иосафату, пойдешь ли ты со мной на войну против Ромова Галаадского? И сказал Иосафат царю израильскому, как ты, так и я. Два царя, два государства. Вот оно все так похоже сегодня где-то. И теперь рассуждения у них и идут. Идти, не идти. Иудея – это Иерусалим. Иудея – это то место, где родится Христос. А Израиль, который десять отклонились, и не раванным, там идолов построил их. И евреи они по национальности. Но вера уже другая, разная. Далее. Как твой народ, так и мой народ. Как твои кони, так и мои кони. И сказал Иосафат царю израильскому, спроси сегодня, что скажет Господь. И собрал Израиль, и собрал царь израильский пророков, около четырехсот человек. Вообразите себе. Это четыреста человек, и все пророки. И не написано, что лжепророки. Они ему доверялись. Пророк сам не по себе говорит, а что Дух Святой ему должен говорить? Кто ему должен передать? И даже из четырехсот человек сказал им, идти ли мне войною на Ромов Галаадский или нет? Они сказали, иди, Господь предас его в руки царя. Кажется, все решено, проголосовали. Он выполнит как царь, но внутри что-то у него там сердце колотится. Он вопрос какой задает? И сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа? Чьи эти пророки были? Не говорится. Но Господня он теперь просит, потому что это иудейский царь. Что отвечает этот израильский царь? И сказал царь израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа. Но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго. Не говори, что правду не говорит, а ему. Ну, я не буду хорошо о ком-то говорить. Заметят это, обо мне не будет кто-то говорить хорошо, мы сразу, выше там, в другой раз и туда не подходить. Что здесь? Вот есть один такой. А иудейский царь-то это еще не отклонился целиком от Бога. Ибо он не пророчествует обо мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иемвлая. Далее. И сказал Иосафат, не говори царь так. И позвал царь израильский одного евнуха и сказал, сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая. И царь израильский, и Иосафат, царь иудейский, свидетели. Сидели каждый на седалище своем, одеты в царские одежды, на площади у ворот Самарии. Соржественно все как было. Вот представьте, тот дома молится, знаете, знает. Друг запыхался там из епархии, откуда прибегает. Ну, это отца царя. По сегодняшнему я как-то тут в епархии говорил. Прибегает один из сотрудников ваших, скажи доброе. И что? Одетый в царские одежды на площади у ворот Самарии. И все пророки пророчествовали пред ними. И сделал себе Сидекия, сын Хинааны, железные рога. И сказал, так говорит Господь, Сими избодишь Сириан до истребления их. И все пророки пророчествовали тоже, говоря, иди на Ромов Галаадский, будет успех. Господь предас его в руки царя. То есть это слова. Если бы они промолчали, вопрос был бы другой. Страна бы другим путем пошла. А раз идти, это значит должна быть мобилизация. Должны кони. Кони это танки сегодня. Ну, это понятно, движущая сила, страшная сила. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему. Вот, речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Из реки и ты добрая. И сказал Михей, жив Господь, я из реку то, что скажет мне Господь. И пришел он к царю. Царь сказал ему, Михей, идти ли нам войною на Ромов Галаадский или нет? И сказал ему, и сказал тот ему, иди, будет успех. Господь предас его в руку царя. То есть сказал так, как все. Но внутри его, он понимает, что-то за этим кроется. И дальше как выявляется все. И сказал ему царь, еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа. И сказал он, я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом. Все, мобилизация кончилась. Распусти войска и иди домой. Овцы-то расселись, это люди без присмотра. Что попало, делают, как попало, живут, разводятся, аборты тут. Это наша обстановка, я усиливаю ее. И ничего нельзя сделать. Ну и ясно дело, угроза, дальше как вы знаете историю. И царь пошел, обезопасил себя. А тамошница Сирисичи дал указание не воевать ни с кем, бросить все силы на царя этого. Его убить. И он переоделся в рядового. А иудейский царь по форме, по званию, там кто он, маршал. И однако кто-то натянул стрелу. Он в это время, видимо, наклонился. И между щитами стрела попала в него. Исполнилось пророчество. Дальше будет что? Омывать будут блудницы, псы будут лизать эту кровь. То есть, если бы все молчали, а один бы знал, что сказать. Но он сказал так. Но вижу, ответ-то совсем как бы не по вопросу. Куда идти? Какие порядки на воде-то? Мне пишут, вы у себя разберетесь, куда вы лезете. И посмотрите, что у вас где делается. И далее-то вся наша зарплата. Что кормит нас? Землю. У нас в настоящее время, у меня довольно устаревшие были сведения. 51 тысяча сел разрушены полностью. Нету. Я могу называть имена. Здесь выступает депутат законодательного собрания Алтайского края, КПРФ, Нина Данилова. Она говорит, это не потери на карте. Это потери земли. Здесь будут другие люди жить. И сегодня уже занимают, которые с юга приезжают, целые деревни брошенные. Сегодня, говорят, 71 тысяча. Нас не надо ставить на колени-то. Это кормильцы. И люди уезжают назад возвращаться, хоть что делать, уже не вернуться. Потому что легче в городе-то жить-то. А в деревне-то это каждый день надо кормить, поить, скотину выгонять, доить, продавать. Да еще, вообразите, что нынешний что делает? Урожай. С таким трудом добытый урожай определили. Ячмень, 5 рублей килограмм. Да 5-100 рублей это ломки хлеба. Когда сказали, это староста. Наш. Я не поверил даже. Да не может быть. Да что же они делают? Рядом в Казахстан. Те берут большую часть своих фермеров. Какие там у них долги. Все на себя. Новые комбайны. Здесь ничего не дают. И наш брат благословенный купил второй комбайн и большой трактор. Я говорю, сколько стоит такое одно колесо? 220 тысяч. Одно колесо. И сколько стоит? Больше 10 миллионов. Вы помолитесь об этом. Потому что, ну понятно, что сельское хозяйство, ни Шингисхан, ни Мамай, ни Наполеон, никто не разрушал. Без этого нельзя жить-то. А мы перевернем на духовное. Кто духовное понимает? Кто сеет, сей доброе семя всегда, пожнешь, что посеял тогда. День жатвы придет не замедлит, пожнешь, что посеял тогда. Дальше. Четвертое царство. 18.36. Это речь вот о молчании. И молчал народ, и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя. Не отвечайте ему. То есть враг приступил к городу и начинает. Вы почему не выходите воевать? Засеялись, сидите. Вы мочу будете пить, у вас воды нету. Вы то другое друг друга съедать будете. А говорит на еврейском языке. Но царь дал указание, не отвечайте. Надо заранее научиться не отвечать. Он говорит. Ну и пусть говорит. А ты в это время молись. Может быть Бог смирит. Как-то за то, что ты не говоришь, статьи нет в уголовном кодексе, в гражданском. Я молчал. А Господь показал, говорит, и не отвечал ни слова. Мне ли не отвечаешь, говорит Пилат? Я говорю сейчас о молчании. Напротив этого есть лишний разговор. Надо знать, что делать. Как сказать. Молчали. И мы видим, как дальше поступил Господь. Посылает ангела. Невысокоточные ракеты. И 185 тысяч мертвецов под городом легли. Сразу. Один раз мы еще махнули два раза, не знаем. Так что, если мы надеемся на Бога, на Господа, и умеем молчать, не просто молчать, а совершать молитву в молчании, Господь сделает как надо, как нам никогда не придумать. Неемия 5.1.8 И сделался большой ропот в народе, и у жен его на братьев своих иудеев были такие, которые говорили, нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться, и жить. Были такие, которые говорили, поля свои и виноградники свои, и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. Из плена когда вернулись. Из своих же евреев, которые приехали с деньгами, там, может, были на какой-то административной работе, заработали денежки. Из своих воробьев стали, братья, есть-то нечего, виноградник отдай, дам хлеба. И они пришли тогда к Неемии и стали говорить, мы из плена вернулись. У нас дети, ну, они же в плену, теперь стали детей продавать своим же. И дальше что было? Были и такие, которые говорили, мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. То есть продают. Нет ничего. Это же в плена вернулись, это же свои, эта книга Библия нам говорит. Чего надо опасаться? Дальше. У нас такие же тела, какие тела у братьев наших. И сыновья наши такие же, как их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы. И некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Ну, порабощение, скажем, что такое, взяли там где-то, продали их. Это рабовладельческий строй был. Так и сегодня показывают. Начальство, которое там вверху, дети за границей учатся, их никого не призывают, ничего. Но это ты никак не скроешь, они не отрицают этот. Это так и есть. И поэтому народ ропщит. А раз ропот идёт, это может перерасти. Не покажется мало. И далее. Нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши, и виноградники наши у других. Когда я услышал ропот их, и такие слова, я очень рассердился. Сердце моё возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим, и сказал им, вы берёте лихву от братьев своих. И созвал я против них большое собрание. Против своих, которые вернулись, которые теперь эксплуатируют других, под залог детей продают они. Сын мой стоит такой-то, осмотрели его, не больной, вот столько-то. И что? Сурово стал говорить, и далее. И сказал им, мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас, и вы продаёте братьев своих, и они продаются нам. Они молчали и не находили ответа. Когда по справедливости всё, а там дальше было. Я рвал им голоса, и на голове и на бороде описано. Самый трудный вопрос был, что там переженились, и дети наполовину говорят по-еврейски, половину по-филистинлянски. И они сделали всеобщий развод с Езрой. Я всю эту картину представляю, как уходили оттуда, родители благословили, хороший муж, и вдруг видят, возвращаются дети на руках, маленькие бегут. Что случилось? Мы даже не знаем, сказали, вот снаблили на дорогу, там дали алименты, или как тогда было, и они возвращаются. Это всемирный развод. А это оставленный пример. Если где-то близко что-то сошлись, я говорю в мыслях, не в буквальном смысле-то, вовремя разобраться, отступиться и сказать, Господи, по неразумию все эти вот ипотеки набрали, платят в несколько раз больше. Какие проценты? Ну, никак нельзя, урожай надо брать. Первый комбайн у нас, брат Игорь, брал, только за то, что брал, только сверх этого еще один миллион двести тысяч отдать надо. Это даже вообразить невозможно. Миллион двести тысяч, а комбайн восемь тысяч всего стоит. Ну, вышел из этого положения, потому что эти люди работают так, как дай бог каждому. Дальше. Есфирь. Четыре. Десять четырнадцать. И сказала Есфирь Гафаху. И послала его сказать Мардахею. Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд, смерть. Только тот, к кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже тридцать дней. И пересказали Мардахею слова Есфири. И сказал Мардахей в ответ Есфири. Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет от иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. Какая-то большая, огромная нужда. Она возлюблена его царице. Но уже тридцать дней он меня не призывает. Закон на все. Пришла она к нему, а ее не звали. Он жертв, простер, сразу ее арестовывают и казнят. И она затарилась. А ее, который воспитал, воспитывал, он ей дядя был. И он говорит, Бог пошлет помощь в другой стране. Не для этого ли Бог поставил тебя царицей, чтобы ты пришла на помощь. Вот так свою жизнь, посмотрите. Обстановку какую. Какая-то нужда. Бывают беженцы. Когда на Востоке там залило водой, я ходил по деревне, кто-то, да давай. А другой, мне никого не надо. Ну, мы так и не приходили. Никто не приехал. Я заранее должен был договориться. Чего же вы так живете? Одна живешь на весь дом. Думаю, да мало ли что. Сегодня у него беда такая. И вот об этом мы сейчас и считаем. Как это? Ты промолчишь. Но если это дело от Бога, то я не могу, я не знаю. Но это Бог найдет. Такой же специальности людей с другого места помогут, прикроют. Все. А ты, дом отца твоего, погибнете. Страшный момент был. И она пошла. И как Господь сразу все повернул. Советую всем посмотреть этот фильм и сверь. Далее. Иов 6,24. Научите меня, и я замолчу. Укажите, в чем я погрешил. Они на него пришли. Семь дней сидели рядом. Ни слова не говорили. Молчали князья. Прокаженные. За город выброшен. Ничего нет. Самый богатый человек Востока. Дети были. В один день 10, 7 сыновей и дочери погибли. И он говорит, вы дайте. Я виновен перед Богом. Но я все исполнял, что Бог говорил. Покажите мою вину. Я замолчу. Я ропот уже Бог видит во мне. Вы знаете, книга его. Как здесь все было. А дальше, который нашелся там и Лио, и говорить. А Господь заговорил вдруг и говорит. Кто этот, говорящий бессмысленно? Надо научиться мыслить категориями священного писания. У меня сегодня такая в интернете была встреча хорошая. С хорошим человеком. И он говорит. Я христианин, но я верю по-другому. А как? Я католик. Католик. Ну я говорю, что что католик? Католики наши братья. Я где-то сказал это дело. Да еще у католического аксессула под благословение подошел. Тут такая на меня вихрь, буря поднялась и все. На патриарха напали, что он в Гаване встретился с папой Франциском. А что он сделал, я говорю. Скажите. Ну подошел под благословение. Поцеловались. Больше ничего не было. Уже все давно продано. Уже все разобрали. Крещения-то нету. На 90% вот только мокрой ладошкой. Ну маленько-то. Нет. Поминать не будем. У меня сестры сколько есть там пишут. Говорят. Все отошли от церкви. Ну где-то что-то ищут. Там подпольное или где-то. Правильно ли поступают? Абсолютно неправильно. Если он нуждается в этой помощи, окажите ее молитвенной. Да и знайте ее кто-нибудь. Молитва да будет тайной. Я ничего не нашел. А вы патриарха защищаете. Да кто я такой, чтобы его защищать? Ну вы несправедливо поступаете. Я обязан сказать. Если я промолчу, помощь придет в другого места. А тебе не жить. Далее. Псалом 38.3. Давид многократно об этом говорит. О молчании. Я был нем и безгласен. И молчал даже о добром. И скорбь моя подвиглась. Не на каждое слово, не на каждый выпад отвечай. Враги нападают со всех сторон. Он прямо говорит. Не на чем встать. Стою как на каком-то болоте. Он о себе все описывает. Действительно так. Бежал. Его ищут целым войском, чтобы убить. И кто ищет тесть? Да ладно еще. Это Милхола. Дочь царя. Его жена помогла ему убежать. Еще считаем притча Соломона 11-12. Потому что время. Вот экклесиаст. Это не фамилия. Это проповедник. А проповедник это царь. А царь это Соломон. А книга называется экклесиаст. Время разбрасывать камни. Революции. Время собирать, строить храмы. Время молчать. И время говорить. Вот это надо научиться. А как научиться? Никак. Не научиться, пока не будешь молиться. И когда вас поведут, не думайте, не заботитесь, что сказать как. Ибо Дух Святой вас наставит в то время. Вот вы на допросах еще не были. Мне пришлось это испытать. Ну, сколько мог. Приготовился, где есть. И Господь позволил так пройти, говорится, как по воде, как по суше. Они ничего не могли сделать. А которые из юридического факультета были. Вот рядом, Краевой суд был-то. А наши там люди были. Кто вот вы приходили. А студенты сказали. Им, говорит, этого старика не осудить. Почему? Я сказал по слову Божию. Они выступают там специально. Адвокат был дан государству. Я его не взял. Ну, как он может защищать, думаю, если даже грамма не верит где-то. И милостью Божию осудили. Милостью Божию живой остался. Милостью Божию был реабилитирован. Милостью Божию получил вот эти здания за то, что присудил в суд. Один из этих отшел в суд. И вот такой был результат. Почему? Надо научиться молчать и говорить. Где-то за нас что-то скажут. Дальше. Иеремия 4, 9, 18. Не прочитали еще. 4, 19. Да? Притчи еще не прочитали. Да. Ну, притчи прочитайте. 11, 12. Скудаумный высказывает презрение к ближнему своему. Но разумный человек молчит. Все. И ничего не потеряешь, когда будешь молчать. Ты промолчи. Не просто молчи. А что я должен ничего не делать? Стой, молчи и молись. Имея связь с Богом. Книга Иеремия, 33, 3. Это телефон Божий. Воззови-ка мне, я услышу тебя, помогу тебе, не оставлю тебя. Молча, про себя. А бывает, взламывает при живых людях, хоть сейчас показывает. Сегодня мне вопрос задают. Женщина там старая шла по линии. Прям тут же мне и сразу и сообщили. А другая женщина кинулась ее спасать. Это вроде спасла, а сама погибла. И как это считать? Не знаем, как считать. Но знаем, что надо было рассчитывать. Маленько-то смотреть. Если поезд рядом, ты ее не спасешь, а теперь два трупа будут. На все надо как-то разумение. Спокойно довериться Господу. И Господь скажет. Ты будешь молчать. А Господь даст защитников в это время. Он не твоего класса. Он по-другому понимает. Но все будет на месте. Мне пришлось 26 сентября именно вот так быть. Молчать. И все снято, как будто никогда ничего не было. Все. Это Бог так делает. Ни слова. И хороший адвокат. Он только договорились уже. Я не слышу, что говорят. А батюшка как переводчик стоял. Слова там передать. Тот говорит, нет. Я говорю, нет. Я не слышал, о чем был. Но я ему сразу поверил. Помолитесь о нем. Потому что Господь меня ввел в новые круги. Глава администрации. Всем подарить книги. Все были расположены. Книга не считается взяткой. Тем более я давал уже после окончания суда. Все снято. Как будто ничего не было. И возблагодарите Бога, что так все хорошо. Сколько новых людей у меня теперь появилось. И мы специально послали туда человека, который книги там раздавал. Я всем визитки показывал наши ресурсы. Это Бог делает так. Почему? Только молчать. Не оправдания, ничего нет. Молчание и молитва. И вдруг он начинает говорить. Я говорю, да я не нуждаюсь. Все будет сделано как надо. А теперь вы же говорите. Дело закрыто. Все. Десять дней прошло после суда. Ничего нет. Мировое соглашение нигде нет. А там четыре года. Статья под четыре года подводили. Там березки, которые мы сняли. Я завтра подробно все покажу и расскажу чудо Божье, которое было явно чудо, необъяснимое ничем. Молчать. Вы, сестры, друг другу помогаете молчать? Сказали что-то. Отпусти голову. И даже муж, если такой, что не все ему нравится, он это оценит. Иеремия 4.19. Утроба моя, утроба моя, скорблю в глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать. Вот. Где-то и молчать нельзя, где-то крик какой-то. Ты должен пересилить. Мы, как эпиграф взяли, когда слепого заставляли молчать, а он еще больше кричал. Тут уже надо кричать. Господи, ослеп. Господи, то и то. Несправедливости на земле-то много, но как избавиться от них, кто научит? Самое лучшее довериться Господу. А как Господь повернет, мы не знаем, но совсем мы должны согласиться. Вот на меня выходит много людей. Но много. Что говорит-то? Подождите. 81, кажется, миллион просмотров только. Спрашивает по событиям, которые сейчас военные где-то. Я ответил, и сейчас по эфиру просто разносятся. Почему? 48, 10, Иеремия. Проклят, кто делал, Господи делает небрежно. И проклят, кто меч Господень удержит от крови. Вы хотели это? Дразнили все время медведя. Медведь встал на ноги. Вот сегодня я не свои слова говорю где-то. И как? И оттуда, с той стороны к нам люди приходят. Вы почему так-то? Я говорю слово Божие. Вот это, что крещение, его нету. Бритые попы. Это все от вас идет. Все ереси, какие идут стеканцем, все оттуда идет. А это дело Господне. Вы все исказили здесь. Ну, мы живем где? Мамонтовский район. Но так как Алтайскую епархию разбили на три части, ну, разделили там отдельно, и прислали одного епископа оттуда, видать, где-то. И фамилия все у него тамошняя. Он только приехал. А к нам уже с местным митрополитом, Сергием, приезжали тамошние священники. Он сразу всех вызвал, категорически запретил, иначе лишившись. И нас не видел, ни разу не говорил. И Господь короткое время прошел, его убрал, а сейчас новый. Новый приехал, тут такое богослужение с нами, радостный такой. Это Бог делает так. Тут, кажется, ну, одна вера-то одна. Ну, все по-другому. А этот приехал, и даже высказать нельзя, как он. И все это снималось, и, ну, просто надо посмотреть. Это делает только Господь. Это нельзя так. Первый раз человек видит. Я сказал, как? Он говорит, я уже сколько лет там, смотрю ваши ресурсы в интернете. Я адвокату сказал, так что, знакомиться, или глава администрации района. Он говорит, я уже пять лет смотрю вас. Хорошо, знаю. И говорить еще не надо. Поэтому молитесь, чтобы то, что нам Бог дал выставить, даже вот это будет. Это мы должны научиться молчать. Великая молчальница, с большой буквы, это православная церковь. Это я все высчитал, такие, как Глеб Якунин, диссиденты были. Великая молчальница. Все власти угождало, угождало, и, наконец, уже не знают, куда идут где-то. Вы молитесь об этом. Я один раз только услышал, выступает патриарх Кирилл, и говорит, чтобы усилили молитву о президенте и о его начальниках. Ну, там, генералы и другие. Я ко всему так отношусь осторожно. А тут Господь побуждает. На ночную молитву, днем, сколько бы раз ни молились, мы должны помнить это. Написано молитесь за царей начальствующих. Я вас прошу, не знайте даже никаких имен, просто скажите. О чем говорил патриарх? Да будет так, Господи. Да сделает Господь как Ему угодно. Мы не просим ни победы, никому, ничего. У нас из Патерятки тоже взяли патриарх, но заранее было написано, альтернативная служба попутно знать молиться-то. И вот поставили где-то там в пекарне или где-то пока другой там от племянника рожденный. Я скажу их имена. А другой, Игорь Глушков и Максим, этого у Давида сына Александр и сына Андрея Никита. Возьмите их на руки молитвы, чтобы Господь сделал так, чтобы они не стали убийцами и сами вернулись живые. Чтобы научились молчать. Вот что нужно было. Отношения хорошие были со всеми. Нет ни одного из них, который был бы враждебен. И далее. Матфея 22, 12. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Господь осматривает брачную одежду. Это два варианта. Одно. Все во Христа крестившиеся, во Христа облетлись. Это Галатам 3, 27. А в крестившиеся Бог дает одежду. Как об этом Карпаденский пишет епископ, определенно. Эта одежда не бывает великой для младенца и для богатыря не бывает стесненной. Это Бог дает нам в крещение. Киприан Карпаденский выразил такими словами. И это еще не все. Если Господь касается сердца, проверьте себя на мальвете. Мало ли, чтобы услышали, растревожил тут вас это. Я сказал, ничего не скрываю и многое даже не называю. Но назвал имена наших братьев. Чтобы им там Бог дал крепкую веру. Вот что нужно. Мать одного подходит, говорит, да у него вера-то такая слабенькая. Мать любящая сына, она не должна это скрывать. И мы молим, Господи, дай ему добрую веру этому человеку. Господи, да возвысится имя Твое еще из этого человека. Наши кто-то ездили туда, в Омске пока. Пока никуда не отправляют. Ну просто имейте это в виду. В ночной дне он молитв, три имени поминайте наших. Никита, Александр, Максим. Был один еще, Георгий туда поехал-то. А он все может, и пекарь, и все. Ну он уже 30 с лишним лет. И его вернули назад. Мы так благодарны Богу, что его вернули. Богу нашему слава. Аллилуйя. Спасибо.